друзья всем добрый день и мы продолжаем с вами обсуждать самые актуальные самые важные темы и напомню в общем-то кто есть мы меня зовут владислав греца я мастер нумерологии таро психодрама практик психолог и яченко константин шикарный таролог и мы вместе с вами сегодня обсудим те вопросы которые вы присылаете нам личку кость но насколько знаю тебя список вопросов уже при себе и мы не будем долго тянуть кота за все подробности и начинаем добрый день рад всех приветствовать на нашем канале ну давайте так самых существующих на сегодняшний день по нашему мнению вопросов интересующих всех кто приходит на консультации следующая неделя что будет происходить северодонецком будут ли расисты нападать на запорожье харьков вот три города которые ключевые давайте рассмотрим их судьбой ну давайте так северодонецк на следующей неделе его перспективы результаты карты просят успокоиться чуть-чуть успокоиться дайте нам время карты говорят так дайте нашим военным нашим политическим деятелям дайте пожалуйста возможность дайте возможность не спеша урегулировать этот вопрос не давите потому что ну к сожалению давление энергии очень плохие давление ничего хорошего не дает к сожалению не так скажем бомбежки возможны то есть разрушение возможны власть что ты скажешь по этим энергиям но сочетание тех энергий которые достал это башня 16 аркан у тебя называются ванзмин и очень классно это умеренность 14 то есть сразу два кармических аркана и по серединке у нас получается аркан правосудия то есть аркан справедливости я скажу так что бои будут с переменным успехом однозначно не будет стопроцентного понимания чей то есть эта неделя она будет достаточно жестока и я бы сказал что могут переходить не то чтобы прям обладание городом да но смысл в том что будут продвижение в ту и в другую сторону и скорее всего умеренность говорит о том что это продолжится не только на протяжении этой недели но еще какое-то время вероятнее всего около трех недель мы будем наблюдать вот такой дисбаланс то в одну то в другую сторону и вот эта карта башни эта карта которая говорит о том что да будут разрушения будет огонь вот все что там изображено к сожалению северодонецк ждет что у нас по харьков давайте да харьков интересно очень интересно значит смело можем наверное говорить о том что в следующей неделе у нас будут возможности сил и ресурсы не только оборонять харьков просто как бы думать о том что мы его там можем защищать или не защищать или отстаивать мы просто будем в тех позициях которые уже есть которые имеем и ресурс для того чтобы держать харьков в обороне для того чтобы харьков наполнять тем что туда необходимо продолжать жизнь скажем так жизнедеятельность это именно жизнедеятельность в харькове будет на этом будут силы на этот будет ресурс сто процентов будет пересматриваться видать харьков это образовательная система потому что это все-таки начало расклада дети школа и начало многого особенно это кстати между прочим это начало нового пути возле школе ромат помнишь но про этого козла то есть как цап или как казак да вот все-таки харьков будет решать с кацапами с кацапами общаться или быть казаками это очень круто по моему мне кажется круче для харькова наверное сейчас и не скажешь ну и конечно же мы понимаем какие будут казаки да харьковчане я вас обожаю вы просто красавчики как говорится вам помогает энергия вы сами себе помогаете потому что профессионализма хватает именно у этого места вот прямо драйвовенько сейчас так заходит это наверное влад может ты подтвердишь может быть это как-то еще предки харьковчан я расскажу конечно расскажу я сам родом из города сумы и харьков это тоже в общем то историческая историческая земля слабожанщины слабожанская украина это казацкий край слабоцких казаков и вот вот тот расклад который сейчас у тебя прозвучал тот расклад который мы сейчас увидели он очень четко характеризует казацкий драйв казацкий дух который есть слабожанской украине и здесь речь идет о том что действительно харьков я даже по своим клиентам сейчас очень многим замечаю харьковчане прямо жаждут возвращаться домой они понимают что разрушена да очевидно они понимают что непросто они понимают что много работы предстоит и вот это сочетание шкаляр сочетание маг по факту ковальда это те сочетания которые говорят я готов к работе я готов менять я готов строить я готов отстраивать я готов идти вперед понимая что это будет трудный путь более того сочетание шкаляр и сочетание маг оно дает очень классную энергию я бы сказал синергию власти ну то есть людей там очень мэра сейчас уважают он как бы в глазах очень многих поднялся да и классно себя видит как мужик и люди которые собственно народ готов соединяться готов воссоздавать созидать строить ну и так далее так далее и очень круто то что нигде нет войны ну такой вот очень активный мы понимаем на стоит позиции еще не рассчитывая до чего не будет но простым языком до этого не будет карта силу в сторону и это очень можем выдохнуть но я хочу сказать наверное магия еще произошла в том что многие не ожидали от того каким будет или как выстоит харьков правда поэтому для нас тоже глазки открылись для тех кто думал про харьковчан видать что-то одно а на самом деле это что-то другое отлично давайте тогда еще на следующую неделю раз мы просмотрим посмотрим давайте по бензину сейчас проблематика в киеве немножко с горючкой у нас тяжело передвигаться хочется друг другу в гости есть это правда приглашаю а доехать не могут ну давайте так по бензину следующей неделе каратенечко ну конечно конечно все думают про дорогу то что я сказал на колеса и вперед понимаешь все ждут новостей когда уже нам потругать же можно ехать я прекрасно понимаю что немножко военные действия помешали вот но я думаю что в этой карте хорошо в позиции действий это проявление твердой уверенности и решимости приведет хорошему результату несмотря на военные действия видите вот внизу так хорошо когда тут уже эта карта прописывалась повторюсь 19 году пушки видите падают пушки да то есть поражение когда будет происходить улучшение она однозначно про приходит к нам она двигается к нам да то есть улучшение возможно возможно в лучшую сторону то есть бенза у нас будет и смотрите как интересно она несется уже на украину да то есть уже договариваются о поставках на украину в украину над украиной в общем этот вопрос уже просмотрели скорее всего да ну не забываем то есть то что попадало в легкие базы вот видите как красные красные небосводы черные то есть пожары приводящие к улучшению ситуации хорошо прогноз мой такой что улучшение идет идет улучшение по бензину и она будет улучшаться интуитивно по ощущениям я сказал бы что этот расклад нам говорит о том что в течение примерно 10 дней мы увидим резкое улучшение ситуации скорее всего прям целая неделя еще будет напряжение но через полторы недели ситуация начнет меняться лучшую сторону двадцатка не говорит о том что это прямо за один день оба но мы дней через десять будем видеть хорошую положительную тенденцию естественно многие политические обозреватели аналитики кто-то надувая щеки кто-то просто включая в себе каких-то экспертов мы такими военными экспертами не являемся но люди интересуются поэтому глянем одним глазом историю по вооружению по военной технике как говорится хватит ли нам патронов на всех расистов как тебе такой вопросик идеальный хорошо тогда перспективы по вооружению что нам стоит ожидать на что нам стоит рассчитывать что мы сможем получить да как-то приблизительно так кто это не решает а кто-то не решается нам делать поставочки с оружием ах они какие возьму я дополнительной ситуации прямо захотелось вторую колоду положить объясните почему что не решается сразу дергает они решаются они делать нам поставки да а кто не решается такой в догонку вопрос французы с немцами не решаются или американцы две карты возьму давай ну положу французы немцы а вторую американцы французы немцы не решаются присматриваться себе уже давно решили что надо помогать а может быть это страхи их о том что мы победим войне а давали давай знаешь когда давай сделаем три карты посмотрим чего боятся французы немцы но слушай единственное что 2 может быть мы все-таки их разъединим давай мы предлагаю тебе сделать одну может быть две карты на француза или может достаточно одной одной карты на французов на немца и общую картинку со стороны или чего они я беру по вашему запросу чего боятся французы до чего боятся немцы а давай третью карту подытожим потом в конце откроем ее боятся ли они победа украины супер да вот так ох немцы боятся слушай как немцы боятся они боятся за свои энергоресурсы да 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 энергоресурсы газ все что было все что нагрето все что связано с экономикой они смотри как интересно карта четко показывает что во первых они боятся поссориться это очень важно это боится в котле два таких грешника да две котлетки да но смотри что интересно очень интересно то что эта карта еще показывает что они боятся потерять власть то есть они вообще в замешательстве карта сатана карту дьявол 15 аркан пластическая колодия говорит о том что ситуация проявляет все самое темное что есть человеке а в этом раскладе в этой ситуации мы понимаем что мы видим ситуацию что немцы проявили всю свою суть но тут смотри хочется еще знаешь что сказать что мы говорили про немца но все-таки корректнее говорить про немецкую власть и про элиту потому что исследование показывает что все-таки большей степени немецкий народ на стороне украины разжигает посмотрите на не горят они горят одеждой разогреть свою власть а давай вот раз уж мы пошли в эту сторону вытащи пожалуйста еще одну карту к чему приведет нынешнюю власть их поведение ну то есть их позиция и телодвижения что там за карта я люблю когда правильные вопросы и шикарные ответы лунная дорешка ну я думаю что в течение полутора года будет смена власть в германии кстати сказать что даже несколько несколько недель назад вестфален по моему я сейчас могу ошибаться одна из земель немецких там уже произошла смена власти из-за такой пассивной и трус трусливой давай так это назовем позиции нынешней власти в одной из земель немецких уже произошла смена власти поэтому карта очень четко отображается то есть они боятся боятся той глубины которая вскроется а это уже все вскрылась и на самом деле она же есть вот на дне он с денежки рассыпаны да а ты же понимаешь что такое сочетание 18 15 аркана но в общем-то однозначно позиция в войне которая продемонстрировала германия их не власти германии приведут к смене этой собственно власть франция ребят не менее интересная сейчас идет такой энергетический информатив у меня как французы пытаются того чтобы затянуть очень показать твою мать забоеды да да хотят это все затянуть то по хорошему но эта карта на сразу отдала энергии длинного длительного времени то есть долгой дороги они реально ответ такой немцы боятся французы тянут до супер а ты мне таком миру да а теперь мы подойдем к тому что мы хотели в конце приоткрыть занавесу боятся ли они победы они конечно же надеются что мы победим но только как это будет происходить как это произойдет я не буду лукавить я не вижу здесь особого страха здесь есть скорее всего надежда на то что произведут договорники что все как-то договорятся будет такое типа полюбов типа как французы говорят полюбовно полюбовно если немцам реально страшно и добавлю вторая карта по просьбе владислава это все-таки психоз да это страшный психоз две карты это страшный психоз это это сочетание очень тяжелое и очень психологически нестабильно очень но мы не забываем что это все равно приведет к провалу и в завершении посмотрим что ожидает украину на июнь с вашего позволения я немножко еще задержу вас это будет 10 карт кельский крест немножко так расширим психические настроения украины психическое настроение решение военного конфликта именно военным именно военным путем чтобы больше никто не переживал чтобы больше никто никогда нашего расиста соседа это карта именно россии никогда не бояться чтобы мы понимали что мы не зависим от его энергоресурсу чтобы эти черти наконец обломались и пришел в украину мир чтобы больше мы никогда не не боялись воздушной тревоги плохих звуков с неба я бы так хотел сказать чтобы не гремела у нас над головой все было хорошо чтобы мы больше никогда к этому не возвращались и ближайшее время тоже тут конечно нужно пересмотреть много много чего вот надо пересмотреть мне хочется сказать так военное действие нашей армии пересмотреть надо я бы рекомендовал пересмотреть украина скорее всего с начала лета пойдет новой дорогой у нее хороший старт я скажу так начало лета хороший старт чему это приведет это приведет к тому что ну эта позиция для того но не для нас позиция не для украины значит делаем вывод что какой мы что многие вещи которых мы думали они были не верные неправильные но прозвучит наверное очень жестко но наверное будет большая смертность у россиян потому что в позиции повторюсь не для нас позиции того к чему мы придем к чему мы концу месяца придем вот наши наши европейские партнеры как говорят с телека которые будут пересматривать будут обсуждать будут принимать четкие решения и вот в далекое будущее конец месяца по догоняем картой звезда общий хочу по всем картам хочу сделать общее заключение чтобы не занимать долго вашего времени у нас очень хорошие надежды отличные перспективы возможности шансы понять что мы делали что-то не так теперь у нас на все есть ресурс мы найдем новой дорогой правильно справедливой честной какие бы суды и киева решения и прокума заключения кто бы не делал что что-то делается не так мы делаем все правильно иногда мы делаем по-новому потому что мы начинаем думать по-новому мы идем совсем новой для украины дорогой дорогой освобождение это карта ключевая вот ключик ко всему ключик месту на 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 бытовом уровне скажу так мы пошли в наступление то есть начало лета перспектива для украины для достижения мира если у россии это было вот такое вот желание обладать миром то мы идем для получения мира в данном случае не только нашей украине но и нашим детям остается не осадок а глубокая уверенность в том что мы ребят начинаем полномасштабное наступление и война будет происходить по-новому мое такое заключение на начало лета для украины 2017 года в целом раскладывает действительно полностью подтверждаю то что июнь будет не просто переломным июнь будет контратакующим потому что вот это вот надежды карта надежды которые мы увидели карта шкалера шкалер шут это еще про обновление про обнуление про трансформацию мы конечно уже устали от этих удивительных слов но тем не менее это те слова которые характеризуют тот период в котором мы находимся если каждый сейчас из нас в июне в том числе месяце будет задаваться такими целями то мы очень скоро в ближайшем будущем получим новую украину получим новый мировой порядок новых себя новых близких новые семьи не в том плане что поменяем партнера в том плане что те ценности которые так или иначе запустила трансформация ценности которая запустила война пришло время чтобы эти ценности стали частью нас и чтобы мы с новыми ценностями по новому простраивали свою жизнь свои интересы свое будущее и мне кажется вот расклад в первую очередь об этом вопрос звучал так про месяц начало лета для украины да то есть для достижения мира нашего военнослужащие сделают все чтобы у нас было новое движ новое движение новая сторона и использовались новые технологии прекрасный расклад вирши красное начало лета с чем всех вас поздравляю пожелаю всем отсутствия страха в этом случае с разумеете не такие страшные черт ях его молюю это точно рад был слышать рад был видеть вас с нетерпением жду встречи следующей встречи обращайтесь хоть слава греца задавайте правильные вопросы получаете правильный положительный ответ это поможет не каждому взаимно взаимно тебе благодарю за эту встречу благодарю за этот расклад за эту работу надеюсь что друзья и вы для себя нашли сегодня ответы на свои вопросы надеюсь что каким-то образом это было для вас полезно и конечно же искренне верим в победу наших ребят победу украины и все буду украином слава украине украинском